Друзья, всем привет! На дворе середина 2024 года и я ставлю вопрос. Что же происходит на рынке автомобилей в России? Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. А начну я с козырей. Зачитываю сообщение от менеджера одного из официальных дилеров. По моим ощущениям и обратной связи от друзей и коллег, от других официальных дилеров, авторынок медленно, но верно идет на дно. Причем по всем фронтам, начиная от параллельного импорта и заканчивая официальными дилерами по Китаю. В этом выпуске я зачитаю ответы от официальных дилеров на вопрос, как они видят ситуацию развития рынка автомобилей в России. Напомню, что я давным-давно уже занимаюсь помощью в покупке новых автомобилей. Я машины не продаю, я их помогаю купить. В трейд-ин, в кредит, найти наиболее выгодную цену, организовать сделку от и до. Именно на основании этого практического опыта я и могу с вами поделиться информацией о том, что в реале происходит на рынке. Я сделал 10 вопросов, о которых мы прямо сейчас поговорим. В этом выпуске будет одна коротенькая рекламная интеграция. В общем, без промедления мы начинаем прямо сейчас. Давайте с первой темы. Кратенько, но по существу. Январь, как обычно, первые полмесяца это люди отдыхают, праздники. Все те, кто хотел купить машину, купили их в декабре. Но, тем не менее, всегда есть люди, которые считают, что вот январь, февраль, прошлый год автомобилей, можно будет найти что-то выгодное. И вот это вот все дело идет волнами. Мы можем взять один город, два дилера. Один находится, условно, на севере Москвы, другой находится на юге Москвы. Продают одно и то же. Специально сейчас не называю ни марку, ни модели, потому что общая картина. Один жалуется дико, что никого нету. Другой говорит, ну нормально, мы ожидали худшего, но в целом норм. И вот так вот волнами, волнами все дело идет. Начинается март. Там нам говорят о том, что с 1 апреля начнут закручивать гайки на привоз параллельного импорта, потому что до 1 апреля привозные машины, а в частности, например, Манжара, они были очень сильно востребованы. Новая машина за наличку у дилера стоит 5 миллионов. Привозные машины торговались в отметке от 3 500 до 4, я вам называю такую среднюю цену по рынку. Естественно, народ брал. В марте люди начинают скупать автомобили, прям действительно был всплеск, очень много звонков, везде идет движуха, все довольны, вот идут продажи, здорово. С апреля начинается вот этот спад. Тишина, тишина, май, тишина. И вот сейчас потихоньку, потихоньку опять начинаются идти продажи. То есть, таким образом, что происходит с продажами новых автомобилей в России? Они есть, одни дилеры жалуются из месяца в месяц, но при этом никто не закрывается. Другие же, наоборот, говорят, здорово, мы видим только положительную динамику, за исключением минусов, которые действительно присутствуют. Об этих минусах мы поговорим дальше. Таким образом, подводим черту и ответ на первый вопрос. Такого, чтобы все сели и сидят, ой, как плохо, я этого нигде не видел. Да, отдельно некоторые могут пожаловаться в одном месяце, в другом месяце, все хорошо. Поэтому движуха есть. Двигаемся дальше. Кстати, я знаю, что подобные выпуски смотрит много сотрудников и владельцев автосалонов. И прямо сейчас я хочу обратиться именно к вам. Ежедневно люди покупают как новые, так и автомобили с пробегом. И вы их продаете как за наличные, так и в кредит. Каждый дилер знает, что продажа автомобиля в кредит – это долгий, запутанный и неудобный процесс со множеством подводных камней. Но на рынке есть технологичное решение, с которым продавать кредиты становится в радость. Уже сегодня более 2000 дилерских центров используют платформу e-кредит. IT-решение, в которое интегрировано более 20 банков и страховых компаний. e-кредит позволяет одобрять заявки менее чем за 2 минуты и продавать автомобили в кредит за 30 минут. А все это возможно благодаря технологии «Одобряй» – искусственному интеллекту, который обучен на десятках тысяч кредитных заявок. «Одобряй» точно знает, как отправить заявку, чтобы добиться одобрения клиента и учитывать приоритетные банки дилера. Также в e-кредит есть технология без бумажной выдачи кредитов «Я выдаю», с которой дилеры проводят сделку за 10 минут. Для проведения сделки с «Я выдаю» не нужен сотрудник банка. Весь процесс проходит внутри платформы e-кредит. Вместо пачки бумаг кредитный договор подписывается смс-сообщением, что обеспечивает максимальную скорость сделки. Повторюсь еще раз, каждый день люди покупают автомобили как новые, так и с пробегом, за наличные или в кредит. А вот с e-кредит продавать кредиты становится в радость. Ссылочка ждет вас в описании, оставляйте заявку и получайте более развернутую информацию. А мы продолжаем. А вот здесь вторая тема, на которой мы заострим внимание чуть больше, потому что она действительно глубокая. Звучит она так. Почему люди вообще покупают китайцев? Ведь есть другие автомобили. Почему одни это прекрасно понимают, а другие этого не понимают? Им нужно помочь в этом разобраться. Друзья, вот стоит новый автомобиль, китайский. Человек заходит в интернет, собирает отзывы и видит то, что всегда есть в отношении китайца прям повышенный хейт. Говно, ненадежный, ломучий. А вдруг ДТП, не дай бог, подушки не сработают. А вот там видел, там видел, там педаль отвалилась. А вот там шумоизоляция развалилась. И все то, что вы могли наблюдать в социальных сетях, вот в этих коротких роликах. Ну когда человек встает перед выбором, что ему нужно купить машину, а у него в кармане, предположим, 1 миллион рублей скопленных. И это хорошо, если миллион, а если 500 тысяч. И он думает, так, ну хорошо, если мы уберем китайца, что я могу себе купить? Ответ, ничего. Либо это будет что-то очень старое, поношенное, уже в сомнительном состоянии. За 1 миллион рублей без кредитов и долгов вы можете купить себе 10-летний столярис. А человек сам хочет сдать свой 10-летний столярис и купить что-то себе более новое, где-то даже местами продвинутое по технологиям. И вот здесь возникает вопрос, ну почему люди идут за китайцами? В первую очередь, важный момент, это кредиты, рассрочки и все возможные финансовые программы. Когда у тебя есть первоначальный взнос, и ты в принципе понимаешь то, что в месяц ты готов платить 30, 40, 50 тысяч рублей. Кто как? У кого-то эта сумма 10-15 тысяч рублей. Все зависит от модели, все зависит от комплектации, от цены автомобиля и от ваших финансовых возможностей. Но ключевое здесь, что ты можешь прийти к официальному дилеру и купить машину в кредит. Почему это условно хорошо? В силу того, что это новые машины, в силу того, что у банка с производителем есть договоренности, там идут пониженные ставки, там есть и льготные ставки. И действительно можно купить машину с первоначальным взносом 60%. Сегодня я говорю так в общих чертах, но чтобы вам было понятно. Мы не будем заострять внимание на каком-то конкретном бренде. Задача донести до вас общую информацию. Ты скопил 60%, положил, тебе могут на 2 года дать реально беспроцентную рассрочку. Ставка будет 0,01 плюс полисказка. И действительно можно договориться так, что ровно так и будет. Конечно, на каждом углу разные дилеры пытаются продавать по-разному. Они захотят вам воткнуть страховки жизни, гапы и все что угодно, лишь бы с вас побольше вытянуть денег через этот самый кредит. Это история отдельная. В том числе, если мы берем кредит на длинный срок, 3, 5, 7 лет. На 7 лет люди с минимальным первоначальным взносом берут ставку, к примеру, 11-17%. Вот такой разброс. Но при этом, если он пойдет в банк и скажет, дайте мне, хотят сказать ипотечный кредит на машину, но в принципе оно так и звучит, дайте мне потребительский кредит. Там ставки сейчас называют от 18, внимание, это от 18. На деле я смотрел, людям там дают 20-24% и выше. У всех ситуация разная, ваш рейтинг кредитный, зарплата и так далее, ставки могут плавать. Но сам смысл, что у дилера это выгоднее. Взяв потребительский кредит, что вы себе купите? Скорее всего, это будет бэушка, если мы говорим про европейские и прочие автомобили. Либо это будет автомобиль классом ниже. Ну что вы сможете купить, к примеру, за 2,5 миллиона рублей? Новое это Джулион, Черри, Джили, Чинган. Что-то из их моделей можно подобрать. Ну приведите пример, что вы купите, например, из Хионды, Киа, новое, за 2,5 миллиона рублей. Какая ставка будет на китайца, какая ставка будет на корейца. Именно погрузившись в этот процесс, когда ты сидишь и думаешь, блин, тачка нужна, и начинаешь деньги свои считать. И потом выясняется, что на новую машину, при моих возможностях, я буду платить 30 тысяч рублей. И у меня вот машина условно вот такая. Корейская машина по оснащениям, по технологиям будет чуть пониже, но она корейская, она надежная, она проверенней. Но там я буду платить не 30 тысяч, а 60 тысяч рублей. Человек думает, блин. И вот тут такое ключевое слово. Осознание. Осознание реальности. Человек понимает, что в реальности он может себе, при всех своих прочих равных, позволить именно китайскую машину. Как бы там не кричали ему в интернете, что он дурак. Здесь хочу сделать громкое заявление. Китай говно, Китай плохо, машины не покупайте, чтобы у вас не сложилось мнение ангажированности, что я вот продвигаю вам Китай. Нет. Ни в коем случае не бери себе Китай. Лучше всего взять себе новую немецкую машину. BMW 5 серии за 12 миллионов рублей. BMW X5 за 15 миллионов рублей. Может быть X7 на всю семью за 20 миллионов рублей. Именно такие цены я недавно опубликовал в телеграме канала, и там многие люди охренели от того, насколько выросли цены, что сейчас торгуются. Таким образом, люди, покупая новый автомобиль, получают кредиты, которые делают автомобиль им более доступный. Идут все различные поддержки, подарки от официального дилера. Вы покупаете машину не где-то там на стоянке у кого-то с рук, бэушную машину. Вы покупаете новую машину, сдираете из нее пленочки. Это тоже людей подкупает. Гарантия на автомобиль, повторюсь. Если вдруг что-то сломалось, ну как минимум ты не сам бегаешь, ты сдаешь ее дилеру, и пусть он занимается твоим вопросом. Где-то это происходит без боя, где-то нужно повоевать, скажем так, за свой автомобиль. И нравится людям, по факту действительно есть те, кто уже к Китаю присмотрелся. Есть бренды типа Geely, где люди приходят, и они сами начинают менеджеру объяснять, что эта машина, их выбор наиболее оптимальный. Что это максимально приближено к европейцам, что Geely это Volvo. И начинают сами накидывать все те плюсы, на основании которых менеджер только стоит и говорит, да, 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 пойдемте оформляться. Пойдемте, машина куплена. Люди не хотят покупать бэушные автомобили. Очень часто в комментариях встречается, нахрена покупать условно машину за 3,5 миллиона рублей, когда можно купить Passat Alltrack. Ну, 3-4 годовалый. Ответ прост. Не хочет человек себе 3-4 годовалую машину. Он хочет себе новую. В общем, все вот эти вот вводные, о которых частенько люди не задумываются, приводят человека к тому, что он уже становится счастливым обладателем китайца. Двигаемся дальше. Третья тема, вытекающая из второй. Люди зависли в 2019 году. Именно на это я и хочу сделать акцент. 2019 год. Машины торгуются, новые Кодиаки, там, с отметками какими-то от 1,5 миллиона рублей в максимальной комплектации 2-2,200. И помню, мы снимали активные обзоры. Вот эти комментарии в интернете. Дорого. За максималку дорого. Вот 1,5 миллиона за максималку. Вот это хорошая ему цена. И потом наступает, что начинается ковид. Цены начинают расти. И комментарии. Вот вы, кто идет покупать машину с этими допами, с наценками, вы дураки. Надо посидеть подождать. Ждем, ждем, ждем. Цены растут, 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 растут. Далее начинается СВО. Цены начинают еще сильнее расти. Бренды начинают из страны уходить. Но у человека, кто покупать ничего не собирается изначально, у него в голове мысль, что Кодиак-то от 1,5 миллиона, а максималка 2 миллиона. Потом ему начинают показывать, ну в частности, я про себя могу сказать, огромное количество каналов на YouTube, которые рассказывают про автомобили. Тут Кодиак в максималке 5 миллионов рублей. 6 миллионов рублей. BMW 530-й дизель, который я постоянно привожу в пример. Новая салона 3 миллиона 500 тысяч рублей. Сейчас она стоит 12-15 миллионов рублей, если мы говорим про 3-х литровый дизель. Но это уже будет абсолютно новый кузов. Чего? И он как бы ждет. Вот у меня осталось такое впечатление, что он как бы ждет, что когда-то это все закончится, и дальше все вернется обратно. Ну пусть не на те же самые цены, но в любом случае все это дело упадет. Так вот, ребята, прошло 5 лет, цены только растут. Те же самые китайцы, мы снимали выпуск Haval Julian несколько лет назад. Максимальная комплектация на тот момент премиум с передним приводом 2 миллиона. Миллион 550 стоила машина. Сейчас машина идет с полным приводом, побогаче стала комплектация, цена у нее официально 2 800, ну ладно, за 2 700 вам отдадут. Пожалуйста. Так еще впереди идут прогнозы, что ставки ключевую повысят, цены опять же автоматом будут подрастать. Ну до этого мы дойдем. Есть ключевой смысл. Некоторые люди никак не адаптируются к реальности, и у них все в голове, что сейчас происходит какой-то бред, вот было же совсем недавно все доступнее и дешевле, но то, что было и сейчас, они никак не могут понять, что надо понимать, что есть реальность. Кричать вот это в интернете, давайте устроим забастовку, не будем покупать, не будете покупать, машина станет все дешевле. Кто это будет делать, кто во всех этих забастовках будет участвовать? Ответьте мне на вопрос. Опять же, бренды ушли из России, чтобы купить себе Hyundai или Kia, надежную, хорошую, ее нужно притащить, а чтобы ее притащить, за это все нужно заплатить. Комутиль повысили, пошлины повышают, и таким образом все в цене растет. Двигаемся дальше. Четвертая тема, вытекающая из третьей. А будут ли покупать другие марки, если бренды вернутся? Что будет с ценами? Вот это очень интересный вопрос, давайте, что называется, поговорим о хорошем, немножко помечтаем. Предположим, что все, военный конфликт закончился, наша страна со всеми странами подписывает условно мирное соглашение, договариваемся. И в 2025 году, после праздников, нам говорят, все бренды возвращаются в Россию, начинается работа. Соответственно, приезжают новые модели, и что будет происходить? Друзья, вот здесь важный момент. Китайские автомобили всегда были дешевле всех остальных. Это как пример. Вот есть Toyota, а есть Kia. Toyota всегда была дороже. Toyota всегда была чуть слабее оснащена функциями. Круговые обзоры, допустим, не были, а на корейцах это уже были. И при этом корейцы были доступнее по цене. То же самое будет и сейчас. Вернутся корейцы, вернутся японцы, вернутся немцы. Но китайцы всегда будут им бить под жопу и говорить, а у нас выгоднее, а у нас цены ниже, а у нас автомобили богаче по комплектации. И люди, когда будут выбирать и смотреть, так, что же купить? Ну понятно, те, у кого деньги есть, и они будут готовы доплачивать за бренд, за надежность, они будут выбирать корейцев, японцев, французов, немцев и так далее, и так далее, и так далее. Но сам смысл, что страна-то большая, народа много, и народ голосует рублем. Не забывайте об этом. За эти три года уже достаточное количество людей, кто купил китайца, покатался, вроде бы все классно, сдал в трейд-ин, или продал сам, купил нового китайца, уже другую версию модель, комплектацию богаче. Есть те, кто покатался на китайца и говорит, это говнище полное, хрень. Нельзя, нельзя, все, они их скидывают и покупают как раз-таки обратно себе бэушечку, но европейца, к слову. Но будут те, кто все равно будут выбирать китайца, потому что приходя, начиная сравнивать, всегда люди будут говорить, да, немцы, японцы, это, конечно, классно, но у нас есть денег на китайца. Поэтому китайцы, я считаю, что на нашем рынке надолго, и в любом случае, когда, если такое даже произойдет, что вернутся бренды в ближайшем будущем, цены на них будут точно так же космические, но здесь будут подкупать точно так же, что подкупают сейчас на китайцах, это кредиты. Самое главное, что вернется условно Hyundai, и он сможет нам дать кредит на 7 лет под ставку, а если, опять же, все там нормализовалось, то и ставки должны будут упасть. Но это, если мы говорим о хорошем, на основании этого кредиты станут доступнее, так сказать, заживем. Ну а что там будет на деле, я не хочу делать прогнозы, мы с вами обсуждаем, посмотрим, ваше мнение не забывайте, вы можете писать в комментариях, развернуто по существу, будет интересно не только мне, но и другим наверняка почитать. Двигаемся дальше. Пятая тема, вытекающая из четвертой. Цены выросли на все. Пример с машинами, квартирами, продуктами, зарплатой друга. Значит, есть у меня друг, который буквально несколько лет назад устраивается на новое место работы, где он получает 45 тысяч рублей оклад и примерно 15-20 тысяч рублей премиальные. То есть, таким образом, у него зарплата 60-65 тысяч рублей в месяц, несколько лет назад. На сегодняшний день он получать стал в три раза больше. Он зарабатывает примерно 140-160 тысяч рублей. Но что удивительно, как ему тогда хватало от зарплаты до зарплаты, так ему и сейчас хватает от зарплаты до зарплаты. Потому что жилья своего нет, он платит аренду. Как тогда он платил 35 тысяч рублей плюс коммуналочка за однокомнатную квартиру аренда в Москве, так и сейчас он платит, но появился кредитик. Стал чуть больше зарабатывать, телефончик взял в рассрочку, что-то еще себе купил. То есть, появились денежки, потребности появились, прибрал. Продукты в цене выросли. И все, что нас окружает, везде в цене выросли. В 2021 году я покупаю эту квартиру за 11 миллионов рублей, я там просто пример привожу, двушка. И был дико счастлив в этой цене. А буквально несколькими годами ранее, в 2019, в общем, до ковида, такая же квартира, вот эта же, стоила 8 миллионов, 8500, это уже 8500 было дорого. Сегодня в моем доме я видел квартиры, такие продают и их покупают. Без ремонтов убитые старые квартиры, такая же площадь, такая же планировка, 14,5-15 миллионов рублей. Как вам? Машины в цене выросли, питание в цене выросло, все в цене выросло. Доходы есть ли даже, как у моего друга, растут, но все равно тебе не хватает. Сегодня слово миллион звучит так, что миллион рублей. На мой взгляд, миллион надо делить сегодня на 3. Таким образом, у тебя будет 350 тысяч рублей, это вот реально то, что деньги. А все остальное, цены раздуваются, можно заработать миллион, условно, и цены точно так же выросли на все, где-то в 2 раза, где-то в 3, где-то в более раз. Общий смысл здесь такой, что мы стремимся зарабатывать, кто-то радуется, о, зарплата растет, но при этом вместе с этой зарплатой растут и цены. И, соответственно, нет той самой стабильности, про которую мне рассказывал, например, отец, что вот раньше, в советские времена, с 60-х по 85-й год, рубль был рублем, стоит хлеб 20 копеек, 20 лет он стоил 20 копеек. А сегодня ты можешь прийти в магазин, в салон, сколько машина стоит? 2 миллиона 200 тысяч, приходишь через 2 месяца, а она уже стоит 2 миллиона 400 тысяч. Как вам? Двигаемся дальше. Шестая тема, вытекающая из пятой. А продавать надо, план никто не отменял. Ну вот смотрите, кому нужны эти китайцы, народ, вы что, зачем вы их покупаете? Я вам открываю карту дилеров, давайте там, черри. Я вам показываю Москву. Вы посмотрите, сколько дилеров черри. Вот я так вот руки в разные стороны раздвигаю, вокруг только меня, скажем так, на расстоянии вытянутой руки, в моем районе, где я проживаю, 6 дилеров черри. Их примерно 30-35 по Москве и ближайшему Подмосковью. Открываем джили, та же самая картина. Это вот если так вот накладывать, черри на джили, потом открываем чинган, потом открываем хавал, в общем, все то, что у нас официально торгуют, что признано официальными дилерами, то, что набирает обороты, дилеры танк, которых, ну, поменьше. И вот оно, пожалуйста, сколько. И у каждого салона стоит план, машины надо выдавать. И сам производитель тоже, например, видит то, что черри что-то брать перестают. Нахрен они никому не нужны, вокруг машин пошел хейт, ненадежные, плохие и так далее. Дают сразу бешеные скидки, поддержки, еще что-то, увеличение. Но опять же, бешеная скидка стоила машина по рознице там 3 миллиона рублей. Ну, предложат тебе за наличку забрать минус 500 тысяч рублей, так вот сейчас грубо скажу. Но не будет никогда такого, как вот некоторые хотят. А вот если мы продолжим не покупать автомобили, то черри будет стоить не 2,5, а миллион. Нет, друзья, есть определенный такой, скажем, низ, ниже которого продавать никто не будет. Если даже дойдя до этого дна, брать никто не будет, то будет происходить следующее. Начнут закрываться дилеры. Я считаю, что это в принципе правильно, потому что когда ты смотришь на эти обилия, на один только город, что к одному доехать 10 минут, к другому доехать 10 минут, и вот между ними идет бешеная конкуренция. Нужно просто так вот херак-херак покосить, в 2 раза урезать. Таким образом меньше будет дилеров, конкуренция станет здоровее, и дилерам с ним станет комфортнее. Не будет от этого дополнительного нытья, что вот, народа нет, народа нет. То есть весь тот поток, который есть, он будет плавненько распределяться на всех этих дилеров, и все будут довольны. Но раз они не закрываются, ответьте мне на вопрос, какой бизнес будет работать, когда нету продаж. Вот по регионам я знаю, ребята открыли, посидели, месяц, два, три, четыре, полгода, нихрена, закрылись. Открывает, например, другой бренд по Москве, возможно, что-то и закрывается, но прямо такого я лично не слышал. Здесь интересно два момента. Отечественный производитель. Не, ну зачем нам покупать китайца, когда есть отечественный производитель? Я это говорю без ерничества, потому что действительно наши машины люди любят. Ну, в первую очередь, люди любят наши машины за ценник. Потому что что можно купить сегодня за миллион рублей? Ладу Гранту. Ниву можно купить, она скорее уже больше, чем миллион рублей стоит. Весту можно поискать ближе к двум миллионам рублей. Но это понятная машина, ее можно отремонтировать в любой точке нашей страны. Ее можно отремонтировать самостоятельно, если ты с машиной хорошо знаком. Запчасти недорогие и прочие-прочие плюсы, которые есть у автомобиля. Открываем карту Лады по Москве. Смотрите, сколько дилеров. В два, то и в три раза меньше, чем китайцев. А седьмая тема, это Лады. На самом деле, наши машины действительно хотят брать. Меня, вскрывать не буду, несколько раз звали на завод. Говорят, давай, приезжай, подсними, сделай выпуск. Я согласен. Но пока почему-то со стороны Лады никак процесс их не пройдет. Для того, чтобы можно было поехать на штуку. Я действительно хотел бы съездить на завод, посмотреть, пообщаться. Как с руководством завода, с маркетинговым отделом. Хотя бы показать вам, что они отвечают на ряд интересных вопросов. Послушать, что люди вообще расскажут, кто работает на заводе. Опять же, это будет большой вопрос, что им разрешат говорить. Но в целом, мне кажется, выпуск мог бы получиться интересным. Вот здесь есть такой очень тонкий момент. Вот смотрите, почему китайцы могут сделать все, что угодно? Вот все, что есть, даже вот эта машинка наверняка из Китая. Вот этот вот, где он? Made in China? Made in China. Прямо так вот и написано. Пожалуйста. Все это сделано в Китае. Даже айфоны собираются в Китае. Короче, все собирают в Китае. Я задумываюсь, а почему китайцам бы не сделать автомобиль бюджетный? Вот есть гранта, механика, пластиковый руль, галогенки. В лучшем случае, допустим, у тебя будет кондиционер. Машины продаются даже без музыки. Почему китайцы это не сделали? Ну, неужели они не могут поставить перед собой задачу? Надо создать автомобиль с ценой 990 тысяч рублей. Вот выйти в продажу 990 тысяч рублей, пожалуйста. Я уверен, что здесь все очень просто. Договоренность. Им просто-напросто не дают так делать, потому что отечественный производитель пытается защищаться, в том числе и правительство. Так как придут китайские машины по такой цене, все те, кто говорят, о, китайцы плохие, население с желанием купить машину за миллион гораздо больше, чем население с возможностью купить машину за 3 миллиона. Но такой движухи пока что нет. Поэтому, я думаю, китайцы бы с удовольствием полностью захватили наш рынок, начиная от самого доступного сегмента автомобиля, более дорогого. Но вот здесь вот такой подвох. Значит, давайте переходить к следующей теме. Вот смотрите, интересно же, да? Обсуждаем. Ваше мнение не забывайте, пишите в комментарии, что говорят сами менеджеры. Здесь я зачитаю вам ряд ответов, сделаю какую-то общую подводку. Я задавал всем один и тот же вопрос, вот в таком, в текстовом виде. Можете посмотреть, что я писал. Короче, давайте разберем, уже за кадром я сейчас все это дело вам озвучу. Я предлагаю сделать так. Я вложу вам на экран все переписки. Я написал дилеру Джили, Хавал, Черри. Общая картина вам будет ясна. Можете нажать на стоп, почитать, что ребята пишут. Но все сводится, в принципе, к одному. У кого-то дела идут лучше. Может быть, салон находится в более удачном месте. Люди приходят, покупают. У кого-то дела плохо. В общем, здесь все очень спорно. В целом, все работают. Спрашу, как видите вообще какое-то развитие, что будет дальше. В общем, я вам все эти переписочки, повторюсь, вывожу на экран. Чтобы не перечитывать, не зачитывать, не давать за них ответ. Можете потыкать пальчиком и все почитать. Ну, а мы, собственно, переходим к следующей теме. Интересное наблюдение. Сегодня есть длинные ролики на ютюбе. Сегодня на ютюбе есть так называемые шортсы. Есть другие социальные сети. Есть так называемые запрещенные социальные сети. Но все в них сидят. И активно пишут комментарии. Я хочу поговорить так кратенько о хейтах. О всеразличных рилсах. Когда человек снимает видео. Вот, продаю свою Toyota RAV4. Четыре года была со мной. Покупаю себе новую. Человек, знаете, такой праздничный ролик. Он показывает, я покупаю себе новый Exit RX. Ура! Поздравляете меня! Заходишь в комментарии, а там комменты из серии. Поздравляем и радуемся за нового владельца Toyota. Ну, дура! Как ты могла продать Toyota и купить себе Exit? И все, что с этим связано. Как раз ровно то, с чего мы, собственно, начали этот ролик. То, что сейчас все делятся на, я бы сказал, три лагеря. Первый, это просто Китай, это негатив. Они никак его не признают. Вторые, это те, кто нейтрально. Они так вот смотрят, слушают доводы тех, кто пишет про негатив. Слушают тех, кто хвалят китайцев. Понимают, что, блин, ну, при всей этой ситуации, скорее всего, через год, два, ну, три, ну, ладно, пять. Ну, в любом случае, нам придется ездить на китайцах. Есть те, кто уже сказал, ага, ну, все, раз такая ситуация, ждать чего-то. Я реалист, пошел покупать машину. Надо тестить, кататься и уже находить наиболее подходящую под себя. Потому что есть ребята, кто, например, купил черри, машина не зашла, попалась там с браком. Он ее скидывает, идет, покупает джили. Вот джили, допустим, многие хвалят. Не я их хвалю, вы их хвалите. Делал я опросы во всех различных сетях. Пожалуйста, беру джили, джили стараются, вообще в целом китайцы стараются слышать, как минимум сейчас потребителей. Хотите атлас с полным приводом на автомате? Найте, пожалуйста, вот он есть, народ, ура, хотим. И, опять же, машина получилась по внешнему виду, ну, в принципе, симпатичная. Многие подходят, я так в городе ее встречаю, рассматривают, изучают. У нее действительно есть спрос. Важный момент, что не все понимают, что люди покупают машину, кто-то берет ее на год, на два, на три. Человек, который пишет, вы дураки, она ненадежная, что с ней будет через 10 лет? Он даже не задает себе вопрос, а волнует ли первого владельца, который покупает эту машину новую, что с ней будет через 10 лет? Его более того, его не волнует, что с ней будет через 3 года у второго владельца. Он на ней покатается, поездит, накатает там аж целых 60 тысяч КМ-пробега, скажет, что с ней было все классно. Ну, вот по мелочи у меня там мультимедиа глючила, ну, вот пару раз зеркала не складывались, ну, какой-то вот шум был, не знаю, ну, и так далее, и так далее. Я ее сдал, вышла новая версия, рестайлинговая я купил, а что с этой будет, мне уже вообще неинтересно. Почему вы вот эту версию не воспринимаете для себя? Я знаю, прекрасно, у меня были покупатели, кто обращался, говорил, мне нужна Toyota RAV4, буквально полгода назад. Я, говорит, ее беру с прицелом, что я на ней отъезжу 10 лет. Я говорю, ну, справедливо, вот это ответ. Поэтому я считаю то, что да, в такой ситуации однозначно надо брать. Но сам смысл, что на сегодняшний день, да, интересно подсчитывать комменты, когда человек покупает родителям машину. Мой отец давно хотел машину. Батя выходит, а там стоит 10-летний Митсубиши. Все говорят, ты че, блин, вообще ужас, зачем ты купил отцу дрова, да это динозавр. Вот вы все противитесь китайцам, уж лучше ему китайца нового взял бы. То есть, равно противоположно. Конечно, есть и те, кто молодец, 10 лет, да она еще столько же побегает. Короче, споров очень много. Поэтому на этом мы останавливаться не будем. Я уверен, и к этому выпуску в комментариях будет примерно то же самое. Негативно, позитивно, нейтрально. Ну и десятая тема. Давайте сделаем так. Общий прогноз на следующие полгода нашего 2024 года. Я думаю, что будет следующее. Здесь, в первую очередь, нужно следить за ключевой ставкой. Поднимают ключевую ставку, про что говорят, там, в июле это будет. Соответственно, кредиты становятся дороже. Хотят сделать также, еще раз, повышение кутеля. Сделают, соответственно, автомобили будут дороже. Объявят об этом, скажут, что все, с такого-то числа это поднимается. Действительно, будут те, кто кинутся. И опять это будет волна всплеска. Что, блин, да сколько еще сидеть, не купим сейчас, потом это будет еще дороже. Купят, потом это поднимается, будет спад, тишина. Все сидят, типа, охренеть, охренеть, охренеть. Привыкают. И, а что делать? Ну, покупать-то надо, это же реалии такие. И опять потихоньку, потихоньку будут покупать. Когда ставки по кредитам стали у дилеров, там, 18%, ничего себе. Купить машину, там, 18-20%. Сначала это звучало как дикость. Сейчас народ берет ставки 24% и отвечает, ну, а что делать? Ну, такие реалии. То есть, ко всему привыкают, уже там, ну, как-то крутиться надо. Платеж больше. Ну, соответственно, нужно будет больше работать, больше зарабатывать. Вот примерно так. И, подчеркиваю, смех больше истерический, нежели чем смешно, прикольно и так далее. Поэтому я считаю, что это вот будет все идти вот так вот волнами. Как обычно будут те дилеры, которые могут быть расположены не в самом удачном месте. Вы прекрасно знаете, одна дорога, с одной стороны магазин с мороженым, и с другой стороны магазин с мороженым. Это как пример. У одного продажи нормы, у другого нет ничего. Закрывается какая-то другая точка. Постоянно, постоянно, словно, место какое-то неудачное, и продаж нет. То же самое здесь. Есть дилеры, которые расположены удачно, давно находятся на месте. Народ приезжает, покупает и так далее. Не забываем о том, что из всего того, как вы любите, как я как-то рассказывал, из всего того говна, который нас окружает, появляются бренды типа вот Джили, которые сегодня... О, ну Джили молодцы. Хавал. Не, ну Хавал хорошо. Не, пойдет надежно. За свои деньги неплохо, неплохо. Череп, блин, дизайн красивый. Ну вот, там, вариатор людей смущает, то они там накосячились с полным приводом. Черене не очень. Ну и так далее. Соответственно, будут рестайлинги, будут эти какие-то обновления, доработки проблем. Будут об этом кричать. Смотрите, была проблема, теперь ее нету. Мы ее решили. Покупай. Покупай, русский. Мы привезли тебе машину. Мы исправили полный привод. Теперь все работает. Вот примерно так. Гадать не будем. Напомню лишь, что в описании к ролику и в первом закрепленном комментарии вас ждет ссылочка на телеграм-канал, куда я вас приглашаю подписаться. Ведь подписаться вы всегда успеете, а так хотя бы будет следить, смотреть, что плюс-минус везде торгуются. Ждет ссылочка в описании на спонсора выпуска, который, конечно, больше интересно будет официальным дилерам. Кто хочет продажи, продажи, ребята, заключайте договора со спонсором выпуска и работайте. Не добавить, не убавить. Приглашаю всех вас высказывать ваше мнение в комментарии. В подобном выпуске я вам предлагаю встретиться, ну, давайте, где-нибудь в сентябре-октябре этого года. На этом все. Всех жду вас в это воскресенье с шикарнейшим воскресным выпуском. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok